Из страны утекают не только умы, рабочие руки, но и деньги. И теперь уже речь идет не только о падении интереса у иностранных инвесторов вкладываться в Кыргызстан, но и уже и у своих граждан делать дело на родных просторах. Депутаты об этом заявили, министр экономики это, увы, подтвердил. Если 4-5 лет начали вывозить свой капитал или искать новые проекты в более развитых странах, крупные наши внутренние инвесторы, а сейчас, как я сказал, и средние, и мелкие предприниматели ввозят свой капитал. Вот вчера мне звонили, разница времени Соединенных Штатов Америки большая, знаете, 9-11 часов, начали звонить оттуда бизнесмены. Они начали говорить новые свои проблемы, вопросы, почему они ушли, почему они сейчас просят гражданство Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Турции. Среди откровений. Слишком большие риски, которые за собой влечет политическая атмосфера. Отсутствие кардинальных реформ по изменению в лучшую сторону благосостояния населения. И, конечно, коррупция в таможне, в органах разрешительной системы. Конечно, жить и работать хорошо в родной стране, но сбережение важнее. Поэтому нажитое, иной раз говорят предприниматели, не то, что приумножить, сохранить-то трудно. А все потому, рассказывают эксперты, что бизнес как рыба, которая ищет где глубже, а он, где условия повыгоднее. Поэтому, увозя деньги подальше от политических переполохов, от неофициальных проверок госорганов, ну и, конечно, туда, где покупательская способность повыше. Меньше денег стали переводить иммигранты. Снижение идет с мая. Большая часть наших граждан трудится в России. Многие, получая там стабильный заработок, оседают. Сначала арендуют, а после выкупают недвижимость. И не одну. Вместо того, чтобы пытать счастье открыть дело на родине. В нашей ситуации, если ты вчера открываешь какую-то фирму, регистрируешь налоговую инспекцию, то там буквально недели или месяца не пройдет. По крайней мере, мне так пишут. Я могу открыть там социальные сети, да, вам показать. В мессенджерах мне пишут. Я открыл фирму, не прошло и месяц, а пришла налоговая. Я еще даже ничего не заработал. Понимаете? И при этом у меня возмущение. Есть, допустим, какие-то действительно предприятия, которые, допустим, не полностью декларируются. Увеличивать налоги, ужесточать требования – это не выход, это не вариант. Это уже приводит к тому, что вот вчера министр экономики открыто на заседании правительства, ой, на заседании парламента говорит о том, что идет большой оттоп капитала. Понимаете? Здесь, естественно, в основу всего этого лежит политическая стабильность. В агентстве по продвижению защиты инвестиций говорят, что движение денег – вполне нормальное явление. Уход средств, например, зафиксирован из таких сфер, как профессиональная и научно-техническая деятельность – на 128 миллионов долларов. Обрабатывающая промышленность потеряла капитал оборот на 68 миллионов. Финансово-посредническая и страховая отрасль – на 30 миллионов долларов. Горнорудная – на 16. Но теперь надо разобраться, бизнес уходит совсем с рынка или платит по кредитам и закупам. Для того, чтобы что-то, заводы какие-то строить, это необходимо вкладывать деньги. Эти деньги считаются притоком инвестиций. Но при этом, покупая сырьевые базы, оборудование, там бывает, что эти заводы строятся зачастую в кредит. Возвращать кредит – это будет уже, естественно, отток денег. И это нормальное явление. Да, возможно, были какие-то факты, когда бизнесмены сворачивали свою деятельность, вывозили свои средства за границу. Ну и считаю, это тоже нормальное явление, и мы этим должны бороться тем, что создавая условия. Безусловно, произошедшие события, форс-мажорные события, они как-то влияют на настроение. По данным агентства, деньги из бизнес-среды стали больше уходить на Кипр в 5,5 раз, в Китай – в 3 раза. Международный деловой совет представляет интересы порядка 120 фирм – крупных. Уже знают пару компаний, которые готовы эмигрировать в другие государства. Первое, самое болезненное – это проверки правоохранительных органов. Бизнес на это часто жалуются. Мы на всех бизнес-площадках это заявляем. Второе – это доначисление НДС. Это непоследовательная фискальная политика в нашей стране. Крупный бизнес часто сталкивается с этой проблемой. И на сегодняшний день становится все более актуальной проблема возврата НДС. То есть крупные компании, экспортирующие какие-то товары или услуги, не получают уплаченные свои же НДС обратно для реинвестирования. Нужна последовательная политика, когда дело касается предпринимательства. Потому что постоянно меняющиеся законодательства, постоянно вносимые изменения, дополнения, они, конечно же, сказываются на инвесторах. На данном этапе ВВП республики идет с ростом около 6%. Однако к концу года показатель скорректирует и он упадет. И если убрать кумтор и оставить достижения за счет других отраслей, результат окажется мизерным. Субтитры создавал DimaTorzok